Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом городской округ Люберцы. Глава региона присутствовал при подписании соглашения о строительстве водовода Тамилина Мирный Октябрьский. Проверил ход реконструкции трассы М5 Урал, а также посетил ледовую арену на стадионе «Зенит». Обо всем подробнее в сюжете моих коллег. Водовод Тамилина Мирный Октябрьский протяженностью более 7 километров обеспечит качественной водой 45 тысяч жителей. Подача чистого источника увеличится до 50 тысяч кубометров в сутки. Первый шаг большого проекта сделан. Трехстороннее соглашение о строительстве социально значимого объекта подписано. Восемь месяцев будет идти проектирование, и затем уже сама фаза стройки. Мы очень активно развиваем восточную систему водоснабжения. У нас каждый год включается и обеспечивается чистой водой десятки тысяч человек. Строительство водовода завершится в 2024 году. После реализации проекта воду Мосводоканала станут получать более 60% жителей Люберец. Остальные будут обеспечены главным жизненным источником от Люберецкого водоканала. У нас существует большое соглашение с Москвой по развитию водоснабжения московской водой Московской области. И в рамках этого большого соглашения мы работаем уже не первый год. 12 городских округов участвуют в этой программе, в том числе городской округ Люберца. Изменится к лучшему и ситуация на дорогах. Полным ходом идет реконструкция участка трассы М5 «Урал». Первый этап масштабного проекта планируют завершить в конце этого года. Строители обещают, проходимость автомобильной дороги увеличится на 35%. В этом году мы планируем в декабре месяце закончить реализацию с 19 по 28 километров. Участок реконструкции предполагает строительство реконструкции до пяти полос движения с устройством. Сейчас было три в три, будет пять в пять. Десять полос. Да, будет десять полос. Проблем никаких на сегодняшний момент уже нет. Активная строительная работа проводится и для спортсменов. На сегодняшний день в каждом поселке городского округа есть стадионы. Некоторые из них нуждаются в обновлении. Масштабное преобразование Томилинского «Зенита» началось с появления ледовой арены. Двери спортивного сооружения уже открыты для юных спортсменов. Вам нравится? Да, мне нравится. Форма у вас крутая. Клюшки есть? Да, клюшки. Сейчас мы покажем, чему вы научились. Более 150 детей занимаются здесь хоккеем с шайбой. 53 человека осваивают азы русского хоккея. Тренировки для люберецких фигуристок теперь стали доступными. Раньше это было очень сложно. То есть зимой мы тренировались на открытом льду, что было совершенно неудобно и непрактично. На искусственной ездили в Москву, а до этого в Лудкарино. Больше мест для занятий стало и у членов клуба «Активное долголетие». В здании ледовой арены работают спортивные залы. На этом преобразование стадиона «Зенит» не заканчивается. В ближайшие два года там появится новая гостиница и беговые дорожки.